Как говорится, ремонт хуже пожара. История произошла с другом моего деда, назовем его Сергеем Ивановичем. Он решил в 2010 году со своей супругой перестроить дачный домик. Наняли рабочих, благо деньги у них были и работа началась. Перестраивать решили с нуля, снесли дом до фундамента. А вот под фундаментом нашли кое-что интересное. Там был небольшой сундучок, видимо, до революционных времен, наполненный монетами из драгметаллов, жемчугом и прочими вещами. После обнаружения находки Сергей Иванович уволил работающую бригаду строителей и нанял другую, от греха подальше. Судьба драгоценностей мне неизвестна. Знаю только, что Сергей не отдал государству, но нас интересует не это, а то, что происходило после перестройки дачного дома. В тот период Сергей Иванович разругался со своей женой и дошло дело до развода. Отсудила она у него квартиру в итоге, но несчастный переехал в свой недавно отстроенный дачный дом. И вот тут самое интересное, в течение пары месяцев врачи нашли у него пару опухолей, которые активно метастазировали. Даже, наверное, слишком быстро. Мой дед после этого часто навещал своего товарища. И в один из таких дней Сергей Иванович рассказал, что его тревожит. С момента его переезда в дачный домик он несколько раз в неделю на утро находил у себя в доме лужи воды, даже когда ночью не было дождя. Пару раз он видел мокрые следы босых ног на полу. Откуда они там берутся, непонятно. А один раз он и вовсе слышал, как ночью в темных комнатах скрипят половицы по чьим-то весам. Тогда-то ухудшения со здоровьем у него и начались. Дед лично проверил крышу дома своего товарища. Она была сделана надежно, хорошо, не протекала. Спустя пять месяцев после развода Сергей Иванович умер. А что происходило в его доме на самом деле до сих пор неясно. Субтитры создавал DimaTorzok